Привет, пупщики! Меня зовут Ким Геонг Ми. Я кореянка. Русский муж, корейский муж. Кто хороший, кто плохой. Сегодня про это хочу говорить с вами. Поехали! Ну, ребята, не обижайтесь, пожалуйста. Это мое мнение и моя жизнь. Сначала я хочу говорить про хорошее. У меня муж русский, поэтому русский муж первый. Как будто русский муж дает много любви. Например, много показывает, как он меня любит. Например, много говорит, постоянно говорит, я люблю тебя, ты моя жизнь мечта. Много обнимает и поцелует. Конечно, корейский муж тоже кто-то так делает. Ну, это мое мнение. Почему я так говорю? Потому что я сравниваю со своими подругами-кореянками. Такая есть шутка. Когда у тебя последний поцелуй с мужем? Это по-корейски. Мадима ки сын он де? Все смеются. Они говорят, я не знаю. Либо не помню. Ну, я... Только я отвечу сегодня с утра или сегодня до этого. Конечно, у них есть любовь. Например, один год... После свадьбы один год, два года и три года они так отвечают. Мы поцеловаем. Но после пяти лет они говорят, я не помню. Ну, не надо про это вопрос задавать. Ну, наверное, кто-то поцелует постоянно. Но мои подруги, они мне так сказали. И знаете, что интересно? Про это им вообще не обидно. Просто смешно. Мы как будто соседи или про сестра. Ну, семья, так говорят. Муж и жена это не любовь, семья. Члены семьи? Ну, такой семья. Ну, как брат, сестра, мама, папа и так. Поэтому нельзя поцеловать такое, говорят тоже. Член семьи. Ну, ребята, это мой муж так мне делает. Другие мужчины русские, как делают, я не знаю. Может быть, корейские мужчины, они тоже любовь показывают. Я не знаю. Это просто мое мнение, поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Хорошо? Пупчики, я люблю вас. Если вы меня любите, то обязательно лайк поставите. И напишите в комментариях минимум семь слов. Семь? Нет, семь. В Корее так говорят семь. Ребята, как я рэпер. Да? Бум-бум-бум. Ребята, давайте поговорим про корейских мужчин. Что у них хорошо? Они хорошо работают. Они постоянно работают. У них даже нет времени что-то дома делать. Например, посуду помыть или готовить, или убирать. Ну, конечно, кто-то, наверное, делает. Но обычно корейские мужчины, они только работают. Деньги много. Это и хорошо, и плохо. Что хорошо? Они много работают. Много деньги заработают. А что плохо? Семь очень мало времени потрачен. Просто в Корее, например, они в 6 часов заканчивают, но они домой не идут. Они на работе остаются. Почему? Потому что культура. Если боссы на работе, они точно не уйдут. Поэтому корейские мужчины, они жене вообще не помогают. Поэтому корейская жена всегда устала. Например, я и мой муж всегда вместе готовим, стираем и убираем. Например, мой муж работает, а я тоже работаю. Но дома мы все делаем вместе. Но в Корее думают, что дома главное – это жена. Потому что она все делает одна. Пупщики, конечно, кто-то помогает. Если у тебя муж кореец, и он тебе помогает, поздравляю, желаю счастья. Но это просто мое мнение, и я увидела и слушала. Мои подруги, они кореянки. Они мне такие истории рассказывали. Но это тайна. В Корее мужчина и женщина до свазбы, они вместе не живут. Это очень проклятие. Они так думают. В Корее думают, это очень плохо. Если мужчина и женщина до свазбы вместе живут. Бабушке, дедушке скажет. Поэтому мужчина очень долго живет с мамой. И мама ему все делает. Она ему готовит, убирает, стирает, гладит. И все-все-все-все. Поэтому он сам ничего не умеет. Потому что никогда не попробовал. Наверное, кто-то есть. Кто все умеет. Но я ни разу не видела. И ни разу не слушала. Поэтому корейские мужчины с мамой очень близко. Например, в Корее есть два главных праздника. Это Новый год и Чусок. А вечно в такое время корейцы едут к родителям. К родителям мужа. Но к жене тоже едут. Но сначала к мужу. К его родителям. И там жена. Она только готовит и убирает. И еще мама мужа. Она может ее критиковать. Например, ты неправильно делаешь. Ты неправильно готовишь. И бла-бла-бла-бла. А ее муж ничего не делает. Просто сидит. Потому что он с мамой спорить не будет. Но кто-то помогает. Кто-то. Наверное. Но мой муж, он меня больше любит. Я так чувствую. Потому что мама это мама. А жена это жена. Ну ребята, это отдельная тема про корейского мужчину и про его маму. Я сейчас долго не буду говорить. Но может быть потом я про это видео делаю. Если вы хотите, то обязательно пишите комментарии. Пожалуйста, не обижайтесь. Все люди разные. Я всем желаю любви. Мои дорогие зрители. Большое спасибо, что были со мной в 2023 году. Спасибо, что смотрели мои видео. Я вас всех поздравляю с Новым годом. Я вам желаю счастья. И конечно здоровья. Чтобы у вас все было хорошо. Увидимся в новом году. Я люблю вас. С Новым годом. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»